Друзья, всем Маткульт привет! Вот теперь уже с Байкала и теперь уже надолго с Байкала. Почти конца августа я здесь, потом на школу Ройгородского в самом же конце августа. Но вот отсюда будут какие-то репортажи время от времени. Байкал передает вам привет. Дождливый, прохладный Байкал. Ну, температура воды 10 градусов, что для Байкала не так плохо. Передает всем привет. А я хочу, не просто передать привет, я хочу поздравить, я хочу выразить восхищение, я хочу прям всей душой поздравить нашу команду, которая, несмотря на эти все совершенно отвратительное поведение, я бы сказал так, организаторов Международной математической олимпиады, которые не пускают их нормально приехать и выступить, ну, слава богу, хоть дают выступить как-то, да, дают хотя бы удаленно. Так вот, наша команда великолепная, значит, шестерка во главе с Кириллом Суховым, да, как говорится, великолепная пятерка и вратарь, да, бывает, а тут, значит, великолепная шестерка. И тренер Кирилл Сухов, мой друг, товарищ и брат по нашему, значит, делу, ну, я-то не тренирую никого, я вдохновляю, а он конкретно готовит, значит, ребят к победам. Вот, ну, в общем, результаты в этот раз великолепные. Третье место в общем командном зачете. Ну, как тут, смотрите, надо понимать, что официально нас просто там нету. Официально мы вот открываем, тут есть ссылка с личными результатами и ссылка с, там, какой-то по странам, что ли, это, да, да, с командным зачетом, правильно. Вот две ссылки. Обе ссылки доступны здесь внизу, значит, к видео, вот в описании к видео. Все, открываем личный зачет. Мы видим, так, как бы произнести Хао Яши, Хао Яши, наверное, надо произнести. Абсолютный чемпион Китайская Народная Республика, 42 из 42. Один человек, один. Год назад их были сотни, сотни, ну, много, десятки. В этот раз, видимо, пережестили. Год назад Китай набрал 252 из 252, то есть шесть китайцев, все 42 из 42. Вот, а в этом году, значит, всего один во всем мире решил поголовно все задачи, правильно. А вот теперь мы читаем вторую строчку. И что же мы видим? Иван Часовских и пропуск, такой стыдливый пропуск в разделе страна, да, который он представляет. Иван Часовских, наш, значит, ярчайший, молодой математический гений, 40 баллов из 42. Там в двух задачах какие-то помарки были. Ну, то есть фактически решены тоже все задачи, ну, там, то ли, может, неправильно, неокоротно записал, как-то чуть-чуть где-то. В общем, так или иначе, с некими помарками это все равно все шесть задач. Вот, и вот вторая строка. Я представляю там где-нибудь в этом самом, как, где-нибудь, Мозамбик там сидит, например, какой-нибудь парень и говорит, мама, слушай, я так люблю математику, вот я слежу, я смотрю, чемпионат, вот это самое главное, Олимпиада. Вот, тут, ну, вот, самый победитель китайца, второе место из какой-то отсутствующей стороны человек, да. А мама ему говорит, мама, ты знаешь, мальчик, это русские, их западный мир их ненавидит и отсовсюду вычеркивает. Ну, ты должен знать, что это русские. Вот, ну, значит, это самое, Мозамбик здесь условный, Бразилия, Аргентина, все годится, да, все нормальные страны годятся. Вот, ну, и, значит, идем дальше, там, следующий, Александр Ванг, фамилия Ванг намекает на тоже китайскую принадлежность. Вообще, команда США, да, из США, 38, так, Сатоши Кано, Япония, 37, Джессика Ванн, Соединенные Штаты Америки, кстати, Джессика, возможно, даже европейское имя, но обычно китайская сборная малоотличима от американской по внешнему виду, вот, но в этом году, возможно, с некоторыми примесями. В общем, там, идем-идем, дальше идет Егор Сапрунов через некоторое время, тоже золотая медаль, он решил, ну, там, пять задач с некоторыми, ну, три полностью и две, грубо говоря, там, больше, чем наполовину, но, видимо, были очень-очень сложные задачи. Я еще посмотрю условия, посмотрю разборы, потому что, потому что я говорю, по сравнению с прошлым годом, все очень сильно уехало вниз. Я помню, кстати, супер история, в 1988 году была задача, потом ее вспоминали много лет. Если х квадрат плюс у квадрат делится на х, у плюс один, здесь х и у натуральные, то результат деления является полным квадратом. Мне ее подкинули в шутку, в комментарии, типа, вот за восьмой класс, Пензенская область, Олимпиада, что-то не можем решить. Ну, я очень люблю теорию чисел, я, значит, иногда трачу время, два часа в самолете потратил, ни хрена не решил. Приезжаю, и он мне сообщает, что это самая трудная за всю историю задача с международной олимпиадой математики, которая решила 11 человек в тот год, и один из них будущий филцевский лауреат. Ну, слушайте, извините меня, это все-таки уже не мой уровень, а сильно выше. Вот. И вот в этом году шестую задачу решила 4 человека на планете. Просто вот, чтобы оценить, да? И еще трое получили 5 из 7 баллов за нее. Все. Все. Я хочу посмотреть на это условие. Ну, понятно, что я ничего не в коем-то условии-то я, наверное, пойму. Но не более того. Ну, разбор потом посмотрим. Идеально было бы Ивана Часовских отловить, чтобы он рассказал свои решения. Ну, посмотрим, как пойдет. Ратибор снова поймать, я его опрашивал в тот раз. Ратибор, у нас, кстати, девятиклассник, бывший сейчас десятиклассник, второй раз уже участвует, третий раз может еще после одиннадцатого класса поехать, если будет отобран. Вот. Так что есть даже такие вот моменты. Ну, и если мы теперь вычислим, вот предположим, что мы взяли вот эти пустые строчки, да, то есть Россию, и сложили баллы, мы получаем сумму для оценки в командном зачете. Открываем командный зачет. Соединенные Штаты Америки 192. Китайская Народная Республика 190. Дальше идет Корея 168. Но Россия 185. Зацените. То есть, если бы было все нормальная ситуация, да, мы бы выступали как команда от России, у нас было бы третье место с небольшим отрывом от первых двух и с очень уже существенным отрывом от четвертого. То есть уместно на самом деле говорить о трех первых местах. Ну, без дураков. Бывают ситуации, когда второе место хуже третьего. Например, когда Россия занимает второе место, отрываясь от Китая на 30 баллов, а это было пару лет назад. Было. И дальше шло еще несколько стран, почти одинаковых с нами. Ну, там был явный лидер, абсолютно. Там есть еще одна. Вот. А тут нет такого. Тут, значит, Китай, США и Россия примерно одинаковое количество баллов. Ну, чтобы понимал, вот человек, который этим не занимался, непосвященный, что это означает. Это означает, что, например, Ратибор или кто-нибудь еще из нашей сборной, один, решил на одну задачу больше. Семь баллов стоит задача. Просто, ну, так вышло, что чуть лучше настроение было, не знаю, что-то там повезло. Часто это везение просто. Это же плюс-минус увидел идею, решил. И сразу у нас 192, как у лидера, как у КНР. То есть здесь совершенно, ну, конечно, китайцы кто-нибудь скажет, что у нас там вот, если эти трое там решат на одну задачу больше, у нас будет большой отрыв. То есть это все как бы рассуждения спекулятивные, но важно понимать, что это очень-очень-очень маленькая разница, которая уже связана со случайными причинами. Поэтому можно гордиться, грубо говоря, как за первых. Вот. Вот. Что мы и будем делать. Я поздравляю каждого из ребят. Я поздравляю Кирилла. Я желаю прям искренне, чтобы ребята и дальше, и больше, и как бы и шли к своим собственным достижениям, к достижениям страны. Вот. Конечно, очень хотел бы, чтобы все остались в России. Все. Ну, я всегда этого желаю, да. Вот. И, да, приглашаю разобрать. У меня на канале Маткульт. Привет. Приглашаю разобрать эту Олимпиаду. Ну, вот, Ивана приглашаю в первую очередь. Ну, и остальных ребят приглашаю. С кем, на самом деле, первую встречу, с тем и разберем. Ну, и, да, наверное, было бы нечестно не сообщить, что четверо из участников из 239-го лицея Санкт-Петербурга. Так что я бы обидел Максима Яковлевича, если бы не поздравил его тоже. И особенно еще Сергея Евгеньевича Рукшина, который там ведет сам. Который вообще все это вдохновило завел. Вот. У которого 50 золотых было медалистов за его жизнь, да. Вот. То есть это все великая русская математическая школа. И все причастные, абсолютно все тренеры сборной, которые есть, все, кто приезжает там на Всероссийскую Олимпиаду, на Кавказскую Олимпиаду, ввести, значит, ну, этот самый, как сказать, проверять там, награждать. Я всех их знаю, всех поздравляю. Это, ребят, это прям единый вот успех нашей слаженной команды. Не той, о которой говорил Кравцов, правда. Вот, как всегда, попытавшийся присвоить себе достижения, не имеющие к нему никакого отношения. Вот. А именно команды Олимпиадных тренеров, команды самих ребят. Сириус, естественно, тут и все школы ассоциированы с ним, и просто всем от школы. Все это наша великая общая победа. Поэтому желаю всем ребятам дальнейших успехов. Ну, а Кравцову желаю, так сказать, заниматься тем делом, которое, к сожалению, ему снова поручено. То есть вытаскивать из полного болота массовую школу. Ну, об этом мы в другой раз. А сейчас мы гордимся за всех и всех поздравляем. Еще раз всем привет. Маткульт, привет. Байкала!